Март Михайлович, здравствуйте, мы немножко затянули извините, у нас был внезапно в гостях Александр Плющев и выслушали мы его позицию относительно деятельности Алексея Алексеевича Венедиктова вас тоже про это обязательно спросим для начала приветствуем вас в эфире здравствуйте, спасибо, что пришли approximate что думаете про Расследование? Приветствую, Руслан Март Михайлович, Расследование Вам в Венедиктова да, расследование Вам в Алексея Венедиктова ну там не только Алексеевич, там и расследование про Собянина, на самом деле я все смотрел, конечно очень внимательно но никто меня не дозорит в каких-то так сказать хоть каких-то попытках оправдания венедиктова я просто сыпел от просто не скрываем интересно наблюдаю это отмазывание которое просто массово началось и на вашем канале смотрел несколько интервью и так далее во первых для меня ничего нового это первое вот там была ситуация когда я вот один раз заявил о том что у него на счетах миллионы долларов вы знаете что я услышал свой адрес чего я только не взорит был до конец всего да что я да такой секой ну да может я и не агент кремля но я ненавижу венедиктова я вообще больной человек что я значит занимаюсь преследуя старого пожилого уважаемого московского интеллигента а вот и еще я еще антисемит кстати вы знаете 7 там называют что он бедный нечестный еврей а я вот а я антисемит черносотинец вот чего я только не слушал и и и и это вы знаете очень болезненно был когда я говорю что он собственно нажил состояние огромное на этих отношениях с властью московской кремлевской газпромской и так далее прям проклинали меня проклинает и тут в руку и снять что прям это в кормушку откидывает миллионами откидывает в кормушку а больше всех мне понравилось сейчас перейдем к сути значит а вы видите что он не покупает себе яхтовые часы на нем какие-нибудь бригетами там дорогой турбионы видели не видели это значит он честный человек и бессеребреник потому что он уже не тратит эти деньги я вот все время на это всегда говорю а вы знаете кто самый богатый персонаж гоголя мертвых душ вы знаете кто вот из представленных писать самый богатый вот как вы думаете георгий вот самый богатый расследование по мертвым душам на проводил но расскажите не знаю позор не знать плюшкин плюшкин самый богатый не собаки я скажу что вы понимали а во первых ну я уже много развел венедиктов это просто старый больной мудак во первых которому просто в жизни страшно подфартило вы понимаете при невзрачных внешности посредственных способностях но он не журналист стать сказать а при жизни в общем учителя он вот суть его это учитель понимаете учитель истории вот в этом он качестве бы соответствии вдруг такой взлет в какой-то момент родственники его привели его завели значит сначала на радиостанцию потом там была группа мост в общем такая целая серия удачных отношений московских как это часто бывает и вот человек оказался в струйке понимаете в этой струе он полился значит происходило следующим образом цвет самые прекрасное время такой вот расцвет радиостанции пришел именно на путина вы удивитесь именно на путина когда можно было монопольно стать лицом представляющим московскую интеллигенцию всю эту вот либеральную среду перед властью хотя все было совсем наоборот он был на собственно на контакте с властью и представлял собственно ее эту власть перед вот этой самой московской интеллигент и давайте будем честны и георгий и руслан ведь все эти годы и но я думаю вы сильно застали уж точно 10 хотя уверяю вас в нулевые тоже самое было я только и слышал что ну мы же не можем сказать в лицо этому гандону что вот он такой что он у него единство радиостанции это радио . как мы будем общаться с нашими избирателями а многие ну отдельные она ставили на то что так нельзя идти на этот компромисс кончится это все ничем вот эти разговоры что мы тут 20 лет а кстати очень многие приличные журналисты работали на эхо москве я с уважением там юля латынина тоже другим даже тем кто оправдывает и пархоменко в конце концов они говорят но ведь мы же 20 лет что-то говорили у нас было ну какое-то окно бесцензурное и так далее а мне сюда на это хочется спросить а чем это все кончилось просто скажите мне чем коль вот этим вот просто мы сейчас наблюдаем так в коня ли вы был корм понимаете то что понимаете ведь как получается расследование в быка за дело только маленькую очень маленькую толику на самом деле очень печально на самом деле вот мы тут сегодня много про венедиктова говорим и защитников выпусками ферсами про это говорим но расследование вообще не только про него там помимо кучу фигурантов помимо того что там целая сетка этих прикормленных политтехнологов которые по данным по заданию сергунина и других вице-мэров собянина курируют внутреннюю политику в москве которые просто десятки миллионов по карманам расфасовывались пропагандисты то что симонят почти полмиллиарда государства получает все члены семьи казалось все это про это знают ну вот тебе еще новая у них кормушка еще полмиллиарда то есть а все застрелось на веник и выгодит такая опять история что мы говорим сергей собянин жулье которое сотни сотни миллионов рублей из московского бюджета тратит на свою пропаганду собянин плохой приходит все говорят а чего это вы на венедиктова то есть смещается полностью обсуждение с лидера единой россии собянина мэра москвы на обсуждение венедиктова который один из десяти или двенадцати героев этого расследования все получилось про него любимого про него одного во первых пришли именно из за венедиктова вот его отмазывать потому что с кем-то он связан личными просто отношения не знают друг друг по 30 лет с кем-то вот то же самое о чем я выше сказал он давал доступ к этой радиоточки то ли это благодарность то ли надеюсь что ему вернут это радио станции продолжать всем сотрудничать в его живом гвозде вот какая мотивация понимаете третья часть просто участвовал с ним в распилке он им что-то сбрасывал со стола крошки смахивал понимаете это тоже немаловажный аспект они вместе как это пилили шуры пилить и вот они пилили одной лучковой пилой с двух сторон поэтому у них тоже мотивация его защищать потому что вдруг вылезет и они сами вот например этот амбивалентный союз собчак и венедиктов он почему все забыл потому что из одной кормушки кормились что собчак что он это совершенно очевидно о просто у них у каждого есть и свои отдельные другие кормушки венедиктов помимо денег которые он получал собянина я вам напомню что венедиктов еще и член общественного совета был при собянинских структурах он там при увд был потом он значит при общественной палате там где-то вязался и так далее выборами все занимался и так далее это все хорошо оплачивалось то что не слезали с его радиостанции на их и москвы дежурно все вот эти сергунины не мирюки кстати мирюк там возможно скорее всего всем и главные выделяющие деньги в этой собянинской схеме он там сын известного там фсбшника он там тоже миллиардер там что нормально он упакованный тип он а вот значит естественно вы раскопали только самую верхушку айсберга потому что там и газпромовские деньги были там и в прямую кремлевские были огромные деньги там много каких денег было и он каждый раз говорит ну вот посмотрите значит я всего лишь забрал 21 миллион кому рассказывать 680 я вас уверяю так сказать вам никогда не скажет правда там и журналов выпускался не столько сколько было заявлено что не знаете за откат как это делается и рассовывались они в меньшем количестве а деньги складывались и как обычно да я уверен что у просто убежден что помимо этого значит и и и вообще как бы траты были ничтожные все это было под распилочку дано и конкретно за это они за что-то другое он горит это отлично коммерческая сделка он что заключил договор с рупертом мердоком что это какие-то частные деньги нифига себе он удачную коммерческую сделку сделал на деньги налогоплательщиков московских 680 миллионов ну нормально себе тогда в нормальном государстве какой-то краеведческий псевдо мурзилка он бы вообще такие деньги могут стоить вообще кто-то будет выдел на эту ерунду никому не нужны в ящики засовывать сейчас это все на сайте разместил и читай сколько тебе влезет хоть с утра до ночи понимаете а тут он по ящикам значит размещать конечно это было выдуманное совершенно проект совершенно выдуманная история я вам еще одну вещь скажу они же не случайно так это все под закрутили они не случайно закрутили чтобы он всегда был на крючке что можно было сказать мы здесь слышь лёша ты у нас 680 от слиняла вот туда и сюда то пошло собянин он же миллиардер он мультимиллиардер в долларах чё бы он за свои деньги украденные ладно окей ну просто перечислял где-то на западе в офшорчик кидал бы ему деньжат но нет у них жадность такая что вы придете за снегом они вам и снег продадут зимой понимаете то есть даже в мелочах они для того чтобы во первых остался след до финансовый след и другой след административные они это делают с бюджетных денег чтобы потом сказать лёша ты у нас тут значит на крючке мы тут вот тебя кормили с руки понимаешь и поэтому естественно и совершенно точно он всегда всех отмазал благодаря тому чтобы его коррумпировали и больше не почему потому что он все без иди и чихать вот что вообще в чистом виде это же блин в любой юрисдикции в любой стороне это ну хищение государственного бюджета вам в чистом виде не важно к нам за фамилия как-то существ по существу действия направлен на растаскивание бюджета и там неважно ты венедиктов или собчак все равно ты совершил преступления да чуть-чуть добавлю мне кажется вот это вот будущее прекрасной россии будущего дела моей москвы это будут такие реально большие люстрации потому что кто туда только не попадет венедиктов симонян вся семья симонян все политтехнологи московской мэрии реально будет не знаю актовый зал гигантский надо будет снимать чтобы всех осудить и действительно за этом российское общество очень сильно очиститься когда все они получат по заслуга долгие годы московская мэрия при собянине занималась взведением архитектурных там штук ну типа какие-то фонари красивые но возможно придет время и они пригодятся хотел вас напоследок спросить хотел вас на малые архитектурные формы но типа хотел вас напоследок спросить про тему грузии вы активно это освещаете поддерживаете протестующих там на ваш взгляд эта история возможен ли успеху получится ли протестующих добиться собственных требований своих требований которые как мы видим теперь уже гораздо более существенно нежели просто отмена закона об инагентах и история про руку кремля многие говорят про то что нынешнее правительство грузии каким-то образом заигрывает с москвой что его не швили мы все знаем человек который не чужит газпрома история сейчас она носит в том числе антипутинский характер или это внутренние разборки грузии не ну смотрите во первых я в этой истории вовлекся потому что мне написал письмо саакашвили попросил помочь их письма было гораздо больше чем те которые опубликовал он обратился ко мне и користовичу ну в основном мне передавали письма что очень помоги потому что дело вообще замерло никто ничем не занимается вообще на это на все плюнули это началось с декабря прошлого года и действительно ситуация была я вам скажу печальная потому что он и психологически и физически был плохо и вы знаете и атмосфера была не очень располагающий вот чего точно не было не было вот этой массовости и вот этого пристального внимания к грузинской власти даже я отчасти вот весь прошлый год пока шла война ну да были видеть сполохи они там вроде к санкциям не присоединялась правительство грузинской мечты вроде как какие-то инвективы предъявляла украине вы нас хотите войну втянуть но все таки это не расценивали как про московскость зависимость причем узнали про бедену и ванишвили абсолютно точно там есть еще и кстати криминальная составляющая воров законе и так далее то есть это есть и и эта часть да вот но соответственно была и другая сторона заключалась она в том что дело сакашир оказалось тестом тестом для проверки в демократии в грузии и она и не прошла потому что закон об иноагенов появился не случайно вот он появился резко непредсказуемо и результатом этого стало так сказать возмущение народное и так далее и сейчас я вот на связи нахожусь с руководством енд до соответственно и сейчас идут переговоры оппозиции о том чтобы предъявить требования нынешнему правительству нынешней власти чтобы до следующих выборов был коллекционное правительство чтобы например руководстве мвд было передано передано значит каком-то оппозиционному представителю и там другие министерства внутри правительства это единственная возможность зацепиться и не дать возможность провести сфальсифицированные выборы что касается про московскости вы знаете там же вот не видно глазу вы же не изучаете я не изучаю а там оказывается бывший генпрокурор стал гражданин россии переехал в россию вот при грузинской мечте долгие годы возглавил генеральную прокуратуру да там постоянно возникает информация о том что там вот недавно была запись карасина такого до бывшего замминистра иностранных дел сейчас в государственной думе который общался значит с руководством одного из ведомств грузинских о том что они там собираются авиасообщение открыть между грузии и москвой там кстати по этому поводу за рубеж или выступила резко против публичный это вышел скандал значит показали эту аудиозапись в грузии и тогда мы настолько не следили за грузинской ситуации и поэтому не обсуждали его степень промосковскости грузинской мечты и верхушки и возник вот этот контраст между общественным мнением населением грузии которые полностью настроены европейские про европейские и самим значит грузинской мечты которые абсолютно получается значит не стремится в евросоюз потому что как вы можете принимать закон об иностранных влиянии он называется второй год об два законопроекта в иностранных агентах если в качестве объектов этого закона является те страны которым вы хотите присоединиться в евросоюзе америки но это же абсурд зачем этого но мы надеемся что протестующие все-таки восторжествует победа народа будем на них переживать следить здесь в эфире у нас каждый не как появляется с площадей тбилисси надеемся что все это закончится их победой спасибо что смотрите нас для того чтобы мы продолжали свою работу нам нужна ваша поддержка оформите спонсорство или нажмите кнопку спасибо под этим видео внесите свой важный вклад в борьбу с путиным